видос так скажем для дачи и дома друзья петь пришла в упадок не знаю и устройство вообще не разбираюсь в этом но снял вот дом все закопчено видите вот я обои оторвал и вот они какие потолок ну и все дела это короче здесь жили братья с востока грязище ну и так далее буду разбираться как устроена печь не знаю вот это вот плита основная верхняя значит лежит непонятно как как она должна держаться то есть там она вроде лежит с этой стороны на кирпичах здесь вот ну вот здесь осыпались кирпичи здесь тоже на кирпичах а вот здесь вот и сзади она ни на чем не держится не пойму как так могло быть или так кирпич осыпался какой-то надо фонарик до или осыпался кирпич или что произошло неизвестно вот там колосники значит топочная вот эта решетка так она называется вот колосники и вот сзади сзади вообще непонятно как держалась вот эта плита на чем она здесь держалась ну вроде бы на кирпичах вот я вижу паз вырублен ну ладно буду разбираться и нету тяги нигде вот должно быть в таком состоянии тяга но даже если я друзья там ну не здесь вот растапливаю да а допустим вот здесь и уже пошло туда в трубу вот здесь же должна быть тяга хоть какая-то минимальная ну ее нет все идет я и так и так прочистил вот здесь прочистил вот здесь ну не до конца тут чуть-чуть осталось но пошкрябал кирпичи вот видно что чистые каналы основной канал будем разбираться это значит я так понимаю зимние летние задвижки вот сейчас я полезу на крышу а еще говорили чтобы посмотреть этот видно ли короче небо видно ли небо так делали серьезная табуретка вот раньше видите элементарно сделали посередине отверстие под руку чтобы носить табуретки не двумя руками 1 так сейчас мы с вами посмотрим видно ли небо я ничего не вижу но вы должны видеть теперь мне надо это видос пересмотреть самому видно ли небо вот такtake Продолжение следует... 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 вот друзья думал думал я смотрел видео все это просматривал мерцание камеры совпадает с фонарем мерцание фонаря совпадает с камерой с мерцанием камеры поэтому видно мерцание просмотрел я кучу видосов думал думал как попроще вот взвесился все за и против и принял такое решение во первых я услышал о гидроударе когда стоит вот этот вот отопительный котел и может быть кому-то пригодится друзья на дачах многие не знают и здесь наверняка просто люди не знали я сначала думал что задняя стенка опора на заднюю стенку больше всего вес идет да там где-то просела и придавила радиатор к низу но я его сейчас освободил освободил то есть труба обратки она в стене свободно в стене печи вот сейчас и приток верхний из этого вернее отток здесь отток там обратка то есть сейчас радиатор у меня висит чисто на трубах труба которая теплая пошла и труба обратка внизу то есть полностью радиатор независимо от печи сейчас висит вот его вот он короче вот там проволочка замечательно да вот допустим проволочка если по верхнему краю эта проволочка видно 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 вот проволочка по верхнему краю радиатора его надо опустить вот так вот сантиметр на полтора вниз вот потому что он то есть если если уровень положить вот сейчас он у нас надо во первых почистить ну вот общий уровень он у нас задрот кверху передний вот этот край задрот кверху а он должен быть опущен быть блин магнит на этот прилипает ну то есть вот так вот он должен быть уровень вот так то есть передний край надо опустить но я вот своим весом короче сейчас я полностью освободил везде он независимо короче болтается ходит стороны вверх вниз вот надо на кран надавить при как-то проволокой саморезами притянуть к низу и потом начать облаживать и обкладывать его кирпичом и подвесом кирпича он как бы останется в том положении в котором нужно вот то есть вам не 70 килограмм ну 70 килограмм 4 килограмма кирпич это 10 20 кирпичей 20 кирпичей здесь будет нагрузка вот поэтому мы добьемся результата почему это делается друзья потому что при нагревании идет в воде все равно реакция идет и собираются пузырьки воздуха маленькие как вы чайник ставите до начинают идти или кипятильник воду опускайте начинают идти пузырьки воздуха эти пузырьки скапливаются на выходе вот труба выхода с этой стороны обратка вот там труба выхода вот здесь и и там собираются маленькие пузырьки в большой пузырь вот и чтобы выйти этому пузырю в систему дальше происходит такой толчок хлопок вот многие слышали многие слышали эти как стреляют батареи когда начинают топить или включают отопление в школах бывает такое в различных заведениях и дома но это совершенно неприятно когда щелкает да утром допустим все спят хозяин или хозяйка пошли топить печь вот и вся семья просыпается из-за того что происходит выстрелы вот эти чтобы этого не было еще раз повторюсь должен быть накат то есть обратка задний край радиатора должен быть на сантиметр выше чем передний край здесь наоборот стоит представляете наоборот то есть передний край выше миллиметров на 7 на сантиметр чем зад даже не по уровню по уровню это плохо здесь сделано совершенно наоборот почему так было сделано не знаю вторая здесь ошибка или не знаю вообще печное оборудование не то что делали неправильно наверно будет сказано бедные не бедные раньше газа не было все строили и бедные и богатые ну тут видно что печечка хотя вот этот шамотный кирпич шамотный здесь присутствует через один правда шамотный кирпич ppdb не знаю что это означает шамотный кирпич то есть он повышенной прочности и вот эта капсула короче вот этот радиатор он должен быть в капсуле из шамотного кирпича не знаю я сколько я в этом доме пробуду вот значит переваривать его можно было перенести сюда на кирпич вот видите стена вот это идет и перед радиатором должна быть вторая стена капсульная вот из этого кирпича это делается во первых чтобы сохранить кирпич вот этот не огнеупорный вот и во вторых целях безопасности так как у нас дом деревянный полностью ну и везде где стоит печка это сделано в целях безопасности чтобы однажды не прогорела какая-нибудь из стенок задняя или что самое самое страшное может прогореть задняя стенка почему потому что у нас там есть два отверстия вход и выход радиатора заднюю стенку надо ответственно отнестись вот я там раздолбал освободил эти трубы чтобы опустить радиатор это все надо опустить радиатор как ты его зафиксировать чтобы он был вниз наклонен и потом заштукатурить сначала заднюю стенку а потом начать выкладывать вот эту три стены вниз у нас ничего не загорится потому что там во первых два кирпича во вторых у нас зольная камера внизу в зольной камере температура не такая как в топке вот и значит целесообразность нет у меня целесообразности переваривать и возможности бюджет как бы поэтому здесь вот у нас есть места здесь я буду выпиливать купил диск алмазный по керамике по кирпичу значит выпилю вот этот шамотный кирпич у такие полоски и туда вставлю вставлю со специальной смесью глина песочная смесь печная вот этим я защищу вот эту стенку от прогорания и сверху у нас лежит вот эта варочная панель варочная панель она тоже лежит на ободке на кирпичном ободке полностью с четырех сторон вот она просто лежит она не не на бетон не приклеивается ни на что она не приклеивается там есть какие-то такие специальные специальные материалы типа асбест что там еще асбест кварц какой-то еще там материал можно есть специальные ленты можно проложить вот но если нормально выпилить кирпич то есть кирпич будет спазм короче выборка делается вот кирпич берется и делается три сантиметра выпиливается и на толщину варочной панели сколько там полтора наверно вот так кладется кирпич сюда покажу так кладется кирпич с угла начнем вот он кирпич лежит вот по высоте сантиметр и в глубину 3 делается паз по всему профилю и кладется вот эта плита она у нас 70 на 40 примерно там плюс 73 по моему на 41 вот вот это сердце я заменю ну тут сложная система сложная система печи как она называется колпачная колпачная колпаки короче 2 колпачная плита вот сложная система потом в процессе покажу и вот вы видите ряд как бы три ряда была подушка хотя хватает 22 ряда я я это только что я вижу два ряда а сколько там уже под полом неизвестно вот ну вот я вижу три ряда и значит здесь была вот опять возвращаюсь к ошибке здесь была духовка обычная духовка вот она стоит из тонкого железа представляете она вот не видно фонарь мешает вот она короче видите прогорела естественно естественно обычная жестянка вот она снизу прогорела эта духовка почему снизу двухколпачная печь она подразумевает вот такие завихрение газов завихрение газов вот то есть топка здесь стояла это херня духовка из из топки сверху духовки проходят горящие газы да ну тут он огонь огонь прям прям прямой огонь проходит она была отсечена значит кирпичом и сверху заштукатурена эта духовка поэтому с двух сторон она не прогорела здесь уже как бы немножко остывает не то что остывает она ударяется в эту стену огонь поэтому с этой стороны она не прогорела а снизу то есть огонь проходит вокруг духовки опускается вниз и вот здесь вот самый завихрень внизу вот она прогорела и потом значит вокруг духовки обошел огонь повернул назад в печь и пошел дальше в дымоход там еще одна такая же система вот эта система называется колпак то есть даже если убрать высоту дымовой трубы тяга все равно в печи будет я проверял вот нужен даже сейчас проверить просто оторвал а вот замок 최 thank you know кусочек бумажки просто бумажки сюда вот его поставим где зажига и сейчас мы проверим так проверяем тягу вот я прочистил я там выше говорил прочистил дымоход свернул подушку смотал ее скотчем чтобы она была как кирпич то есть у нас труба система трубы называется петерик из 5 кирпичей периметр трубы состоит и получается что отверстие внутри трубы как площадь кирпича смотреть в трубу сверху то вот такой там проем вот этот вот этот проем он должен соблюдаться везде друзья в печи оказывается печку сложить говорят плохо практически невозможно но с другой стороны у меня отец и дедушка говорили хорошую печь сложить или наоборот хорошую женщину найти что печь сложить то она воет то она коптит то она дымит вот то она не греет такая вот шутка поговорка есть вот этот размер из-за из этого размера исходят оказывается представляете вот этот размер кирпича он является ну основным основным параметром всей печи то есть все вот эти ходы они здесь кое-где не соблюдаются это не есть хорошо то есть смотрите когда опять же возвращаясь к ошибке стояла духовка вот здесь вот так вот она стояла духовка и выход выход горящих газов был буквально вот такой в два пальца представляете всего лишь два пальца это насколько 34 сантиметра высотой он должен быть высотой вот если вы сделали трубу петерик то у вас должен быть вот в кирпич выход и вот этот воздуховоды все все вот эти газоводы назовем их воздуховоды да чтоб нам проще было они должны быть в кирпич вот видите вверху он чуть-чуть не лезет ну чуть-чуть там плюс минус не считается вот он пошел вот снизу вниз он пошел потом начинает поворачивать газ то есть вот этот по всему ходу движения газов должен проходить вот таким образом кирпич вот тогда печь ваша будет работать нормально ну и возвращаемся к тяге вот буквально одну секунду я поджег уже разгорается и сейчас начнет гудеть вот видите огонь загудел то есть даже вот без задвижек без хирижек весь огонь уходит в печь ну как камин сейчас она работает как камин то есть дым не идет в дом слышите загудела хорошая печка должна гудеть быстренько все прогорело вот как бы основное что я хочу добиться значит опустить радиатор передний край и выложить вот эту капсулу капсулу вокруг радиаторов с трех сторон с четырех перед тоже но здесь большая площадь занимает две дверцы зольная камера и камера сгорания вот две дверцы где вторая они занимают основу передней стенки здесь кирпича мало но он обязательно должен быть шамотный а здесь вот видите через один ну видимо от бедности люди делали так вот и чтобы для чего я убрал один ряд друзья то есть с целью с точки зрения безопасности мне хватает два слоя кирпичей то есть пол у меня не загорится по капсулу значит капсула с трех сторон радиатор будет обложен шамотным кирпичом посчитаю он как сказать дорогой недорогой для меня дорогой 100 рублей штука он стоит вот надо точно высчитать сколько нужно на капсулу сколько нужно вот именно вот здесь вот на этот поворот самый главный поворот и вот и что еще а ну и на кольцо на периметр под варочную панель вот общую общую общее количество кирпичей я посчитаю вот еще раз объясню что слой я убрал чтобы увеличить вот это отверстие выходное первичное выходное отверстие горящих газов чтобы оно было соответствующее выхлопной вытяжки выхлопной трубы так скажем если выхлопная труба петерик и имеет выходное отверстие площадью с кирпич соответственно весь канал все каналы отвода газов должны иметь форму этого кирпича это залог всех печей все время видели вот чем маэстро занимается по ночам значит вынес мусора я уже отсюда кучу 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 вот но этот кирпич я пока оставил вдруг там где-то половинки нужны будут что-то где-то пригодится потому что опять скажу что бюджет можно было конечно разобрать я видел в роликах что разбирают но страшновато страшновато потому что надо сначала выложить вот этот угол вот этот угол надо сначала выложить вообще наверное переднюю часть переднюю часть выложить все по выложить все стенки чтобы печка держалась а то она рухнет знаете печка может рухнуть это я сейчас вот на страх и риск такие вещи обычно делают там какими-то дубками поленьями подпирают какими-то там трубами донкратами надо все это подпирать я могу просто утром проснуться а печка у меня разваленная полностью не дай бог поэтому будьте аккуратнее берегите свое здоровье а здесь понимаете плюс еще трубу я чистил коров подушку свернул там на трассу вот это камера для чистки сюда засунул подушку сначала из трубы сверху спустил трос здесь его вынул с грузиком привязал подушку чтобы она плотно плотно занимала вот эту форму кирпича и несколько раз я ее протащил вверх и вот с этого отверстия я вынул ну около трех ведер сажи представляете не считая отсюда я уже вот таких сумки это вот по моему четвертая сумка четвертая сумка золы ну тут еще битый кирпич очень много в печи было лишнего поэтому кто пользуется печным отоплением чаще проверяйте здесь вот очень мало всего два окна здесь окошко стоит прочесное и вот это окошко прочесное но вот здесь вот колпак идет в колпак как бы залезть невозможно хотя там мало что собирается но все же чистить нужно вот что хотел вам рассказать на данную минуту а на улице уже расцвело между прочим так что тяга есть пользоваться прибором можно я еще не совсем разобрался с этим с двумя задвижками вот там чтобы растопить и есть задвижка прямого хода мне кажется она вот она нижняя прямой ход прямой ход это для растопки растапливаешь печь так как это объяснить растапливаешь печь когда прокрыт погреб прогреются вот эти два колпака почему дымят бывает дымят печи там в туман или в жаркую погоду печь растопить практически невозможно значит почему потому что такая такие печи хорошо загораются в морозные дни вот почему потому что скапливается в колпаках холодный воздух холодный сырой воздух вот и чтобы его прогреть даже делают советуют вот сюда факел факел там с тряпкой намоченной соляркой керосином вольтспиритом неважно сюда засовываешь прожигаешь там пару-тройку минут вот а потом идешь и растапливаешь печь потому что там даже обычную бумагу берешь она газету она не загорается потому что не прогреты колпаки в колпаках оседает сырой холодный воздух вот поэтому не думайте что плохая печь и она дымит вот такие печи они предназначены для длительного горения для длительного использования вот и сейчас все вот эти действия мои направлены на улучшение эффективности работы печи потому что здесь я буду заниматься мебелью сжечь у меня будет будет что сжечь вот но все же в целях экономии это делается целях экономии топлива дрова уголь и так далее и тому подобное чтобы она не щелкала чтобы была тяга вот и чтобы печь прогревалась полностью отдавала полностью тепло еще мои личные замечания да значит вот этот радиатор значит вот это прочитал я прям про отверстие там какой-то мужик умный вот вот эту колпачную систему выведения газов это он придумал вот у нас обычно было 3 3 линейка она называется печка везде в деревнях стояли 3 линейки то есть газ поднялся опустился и вышел в трубу здесь он несколько раз петляет по печной системе так и вот мои замечания друзья вот стоит печка да вот стоит печка сзади у нас стена за стеной улица с той стороны у нас стена за стеной улица сейчас там сделали веранду но веранга тоже была пристроена после постройки дома вот то есть смотрите самые основные стенки которые греют вот эта стена здесь колпак то есть колпак полость где крутится сгорающие газы и нагревается эта стена то есть вот эта стена нагревается и задняя стена нагревается я хотел бы спросить у строителя этой печи что ты собрался прогревать угол дома печка должна греть дом то есть она вообще должна быть развернута в другую сторону самая горячая стена получается та задняя самое горячее вот и состоять к печи то задняя стена самая горячая и правая они находятся в углу дома то есть дом то у нас вот он основное помещение вот она а печка греет получается улицу даже в том случае если у вас если у вас паровое отопление как здесь сделано котел даже если у вас котел то она это печь по всей идее должна стоять вот здесь совершенно в противоположную сторону ну как построили так построили не будем судить может быть там какие-то были свои взгляды свои взгляды свой тоже так скажем бюджет свои знания опять же вот не опущен радиатор и маленькое выходное самое первое отверстие вот на эти моменты друзья несколько раз повторился но это важно это важно читал смотрел ролики спасибо уважаемые теперь уже коллеги теперь я постиг еще одну профессию оказывается очень сложно там еще есть сложнее система печей но нам это ни к чему нам сделать вот эту печь у нас конец июля вот у нас еще есть полтора два месяца чтобы настроить отопление это по печи сейчас утром вечером ни хрена я не купил нигде этот шамотный кирпич ничего не купил купил только диск резать кирпич сейчас поеду за смесью за кирпичом ну и будем строить буду в процессе еще показывать смотрите видос дальше спасибо огромное всем за просмотр еще один момент друзья значит вот эти колпаковые печи для чего они делаются колпаковая печь и печь с камерой дожига газа вот забыл это катого мужика кузнецов по моему печник кузнецов ну не печник он какой-то там научный деятель вот все эти вот систему всю он разработал то есть в норм я по-простому объясню вы знаете да все вот это сажа что такое сажа что такое угарный газ c о вот есть co2 углекислый газ а есть co угарный газ то есть в нормальной печи вот в такой в колпаковой печи и в печи с дожигом газов с камерой дожига газов не образуется угарный газ вот это самое главное преимущество этих печей угарного газа здесь не должно быть априори если печь не забита значит основные и соблюдены основные пропорции печи друзья ну и прежде чем лечь спать на пару часов значит пришла в голову сейчас такая маленькая шутка пересматривал сейчас видео которое буду монтировать по поводу табуретки в начале видео это отверстие еще видимо использовалась чтобы не пропукивался стул отверстие имеет как минимум два назначения спасибо друзья за просмотр подписывайтесь на канал помогайте советами пишите кто что знает про печки что я неправильно сделал подсказывайте пишите в комментариях рад буду услышать каких-то хороших действующих советов вот кстати пересмотрел еще одно видео правда не правда друзья кто знает значит вот эта плита варочная сверху выпиливается паз в кирпичах по периметру с четырех сторон значит выкладывается кирпичом и кладется варочная плита говорят что есть состав чтобы не покупать вот эти всякие дорогостоящие кварцевые там фигарцевые шнуры есть состав из золы и соли кто слышал подобный рецепт делается такой раствор просеивается зола из чего должна быть зола вот какая пропорция сколько соли добавлять если кто-то что-то слышал подскажите друзья говорят вот делается такой раствор он имеет пластичность вот и естественно огнеустойчивый стрессоустойчивый то есть промазывают вот этот если вдруг бывает такое друзья что повело эту плиту от времени или даже само литье плита чугунная вот само литье могло быть неровное если ее положить допустим на ровную поверхность она будет болтаться поэтому выложить идеально вот этот периметр искал из кирпича и вы выпилить идеально паз я думаю очень тяжело по крайней мере не то чтобы невозможно но очень тяжело подогнать под плиту вот этот паз поэтому делают паз поглубже и разводят вот подобный какой-то раствор где-то я что-то слышал вот но буду у стариков узнавать и может быть кто-то из вас знает подобный раствор из золы и соли как это делается правда это или шутка или какой-то миф ну может быть кто-то знает еще какие-то секреты строения печей на этом все спасибо смотрите видос спасибо за просмотр смотрите видосы дальше буду показывать уже монтаж печи вот спасибо подписывайтесь на канал жду комментариев жду ваших лайкосов жду вас в прямых эфирах и в просмотрах видосов спасибо огромное нажимайте колокольчик подписывайтесь ставьте лайкосы пишите комментарии спасибо до свидания